Ставшая уже традицией, церемония вручения дипломов вновь собрала сотню лучших выпускников ДВФУ. Одним из главных условий для включения в ТОП-100 стало получение красного диплома. Из всех отличников по представлению школ были выбраны победители различных конференций, творческих конкурсов, авторы научных разработок, спортсмены, активисты. Активные студентки, мы обе занимаемся моделью ОНД на Дальнем Востоке. Это организация, которая предоставляет возможности молодежи развиваться в плане английского языка, международных отношений и так далее. Очень рада, что попала в эту организацию, в этот замечательный университет. И вот встретила такого замечательного наставника, который сейчас магистрант. Я бакалавр, но мы вместе достигли успеха и вот теперь мы в ТОП-100. Занимаюсь спортом, профессионально занимаюсь плаванием. Защищаю честь университета на спортивной арене и вот за... Тоже занимаюсь спортом, плаванием. Академическое гребле еще присутствовал при развитии этого спорта у нас в ДВФУ. Мы много-много работали. Поем в творческом центре. Мы все четыре года отстаивали честь родного университета, выступали на сцене, пели. Честование лучших выпускников прошло в особенной атмосфере. Перед началом торжества каждому гостю предложили переоблачиться в классическую академическую черную мантию и конфедератку. Бакалавров, специалистов и магистров можно было отличить по разным элементам костюма. Накидкам, галстукам и капюшоном. Во время вручения дипломов для молодых и талантливых выступали коллективы творческого центра ДВФУ и приглашенные исполнители. Следовал дресс-коду данного мероприятия и ректор ДВФУ, который обратился к выпускникам с напутственными словами. Вам будет сложно. Думайте о том, что вокруг огромное количество возможностей, огромное количество людей. Не стесняйтесь менять обстановку. Не стесняйтесь быть в этом мире человеком, который его меняет. Ведь вы лучше. Кроме впечатлений от самого торжества, ребята делились и планами на будущее. Магистратура. Учиться дальше, развиваться и как бы планируем остаться здесь до ДВФУ. Дальше планируем магистратуру и работать, конечно же. Да, магистратура. Ну, наверное, может быть в этом уже сети, может быть в другом. Дальше планирую поступать в аспирантуру, заниматься тем же видом исследований, что я сейчас занимаюсь. Думаю, или поступать в аспирантуру, или уже идти дальше в светлую жизнь. Эти ребята прошли большую часть пути по трудной дороге получения образования. Их успех – яркий пример для нынешних абитуриентов и для тех, кто только определяется с вузом или профессией. Кстати, возможность получить качественное высшее образование в ДВФУ бесплатно сегодня есть у более чем 4 тысяч вчерашних школьников. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом.